Напомню, на кальдаре 1 марта, пятница, вы смотрите «Утро с репортером», и мы продолжаем. У нас в студии уже гости, с которыми мы сегодня поговорим о реализации грантового проекта «Ульяновск на взлёт». Кстати, первые весенние гости этого года. Итак, у нас в студии Анастасия Прохорова, младший научный сотрудник сектора туризма Ульяновского областного краеведческого музея имени Гончарова и заведующий сектором туризма и этого же самого музея Александр Самсонов. Доброе утро. Доброе утро. Как вам весна? Прекрасно. Пришла и слава богу, да? Уже всё немножко в ожидании томились. И вот дождались. Но не о весне мы собрались поговорить, а о проектах, о музее. С чего начнём? В ожидании туристических групп. Вот, кстати, да. С 2014 года наш Ульяновский областной краеведческий музей является туроператором. Ну, соответственно, обладает всеми возможностями, которыми обладают операторы. Да, мы имеем право формировать туристический продукт, занимаемся услугами по организации перевозок, питания, проживания. И в том числе проводим экскурсии. Наверное, в первую очередь всё-таки экскурсии. Конечно. Это уже, наверное, самое главное. Какие экскурсии, что нового будет предлагать музей? Ну, нашей основной деятельностью в плане туризма – это культурно-познавательный туризм для школьников. И в 2023 году прям совершенно новые, такие свежие проекты. Вот один из них – это город на венце «Новый взгляд». Это проект для людей скрипых и слововидящих. Вот подготовлены как раз-таки макеты по историческому центру города, тактильные такие копии. В настоящее время они продолжают готовиться, то есть проект будет реализован с июня по декабрь 2024 года. То есть это специально, чтобы это всё можно было потрогать, ну, грубо говоря, чтобы человек мог увидеть через осязание. Да. У нас будет большая карта исторического центра Симбирска. И вот подобные варианты достопримечательностей, как уже несуществующих, так и ныне находящихся в этом самом центре. Слабовидящие в сопровождении гидов будут получать особую экскурсию. Им будет предоставлена возможность не только почувствовать, так скажем, ветра нашего города, но и познакомиться напрямую с этими объектами. То есть помимо описания они могут эту макет взять, потрогать и познакомиться, собственно говоря, с архитектурой памятников. А где-то подсмотрели или сами всё придумали? Это авторский проект, ныне заведующий сектор туризма и развития Ульяновского областного украинского музея Елены... Елены Земсковой. Она всё подробно об этом расскажет, когда проект будет готов. Так, ну а мы тогда давайте о проекте «Ульяновск на взлёт», да? Поговорим поподробнее. Вы автор проекта. Да, я как раз таки автор проекта, вот мой сотрудник, наш сотрудник. Мы являемся членами команды, нас четыре человека в составе. Проект был подготовлен для конкурса «Росмолодёжь и гранты первый сезон», и вот он выигран был. Вообще, кому пришла идея вот этого проекта? Это моя идея. Ваша идея. Ну как раз таки, почему проект этот случился? Во-первых, Ульяновская авиационная столица, нам это всем известно, это уже бренд нашего города. Зачем же изобретать велосипед? Правильно? Вот я тоже так подумала. Городу нашему нужны квалифицированные кадры. К тому же сейчас очень такая тема популярная с профориентацией. Сейчас она проходится в школах. И мы вот так подумали, почему бы это всё не совместить в единый проект. И вот у нас он получился. Так, и что это за проект? Основная цель. Да, цель как раз таки для школьников старших классов нашего города Ульяновска для того, чтобы они познакомились с предприятиями, с учебными заведениями авиационного кластера нашего города, для того, чтобы они остались работать в регионе, для того, чтобы они получали здесь образование. Ну, кто-нибудь, может быть, заинтересуется, может быть, для кого-то это будет мечтой связать свою жизнь, может быть, с Ульяновском, с авиацией. Так, а как это будет происходить? То есть они как привозят как-то на автобусе? Или вот каким образом? У нас мероприятие следующее. Первоначально мы общаемся с педагогами, выходим на них, потому что нам нужны организованные школьные группы. У нас сначала заключаются договоры необходимые. Это перевозка детей, это очень ответственные моменты. Это экскурсии. У нас приходит автобус, прямо-таки к школе подаётся. Вот у нас Александр, экскурсовод, встречает всех радостно, сообщает детям правила техники безопасности, рассаживает всех в автобусе, приветствует группу. И мы, согласно правилам техники безопасности, должны быть все постёкнуты, отправляемся на экскурсию. Он говорит, проводит такую экскурсию в автобусе, и затем нас уже встречают на предприятиях, либо в учебном заведении, связанном с авиацией. Вообще сложно было объединить действительно и предприятия, и учебные заведения, и насколько они, не знаю, откликнулись и заинтересовались такой идеей. Вы знаете, мы очень рады, что действительно откликнулись и заинтересовались. У нас сейчас три таких предприятия, которые открыли для нас свои двери. Это какие именно? Это «Спектр Авиа», это крупнейший окрасочный центр России, большой такой ангар, мы приходим, там находятся самолёты. Это «Авиационный колледж», межрегиональный центр компетенции. И это «Авиастар». Чуть не забыли самого главного. Наверное, ради чего всё затевалось. Так, Александр, а вот Анастасия уже сказала, что в автобусе начинаете экскурсию. О чём говорите детям? Так как основная профориентационная часть принадлежит предприятию. Ну вот да, я так и думаю. То есть, а здесь в историю больше? Да, мы рассказываем об истории в целом связи Ульяновска и авиации. Начиная с чередины XIX века и первых полётов над Симбирска. Затем рассказываем о появлении самолётов в нашем городе, о развитии образования лётного, то есть и о несуществующих учреждениях вроде школы ОСААВИАХИМ, так и о действующих, собственно говоря, учебных заведениях. Это Ульяновский институт гражданской авиации и авиационный колледж, ранее упомянутый. И затем рассказываем об истории авиационной промышленности в городе. В частности, основной акцент, конечно же, на Ульяновский авиационно-промышленный комплекс, ну и ныне его останки, образованные на его базе предприятия. И Ульяновский приборостроительный завод и конструкторское бюро приборостроения. Это самые крупные действующие предприятия нашего города, связанные с авиационной промышленностью. И далее рассказываем ещё о сторонних службах, также связанных с авиацией. Это Центр организации воздушных перелетов над Ульяновском и Главной отраслевой музей авиации. Крупнейший в нашей стране и один из крупнейших в мире. А когда планируете начать уже? Когда первую группу-то? Мы уже начали. Мы уже прошли. Да, мы уже. Ну простите, я говорю, 1 марта, сегодня пятница, ну давай. Пять групп у нас уже стали участниками проекта. Вот я напомню, что у нас организованная группа, то есть минимум 35 человек должно быть в автобусе. То есть этим должны заинтересоваться дети, педагоги в первую очередь. А вот пять групп было, а обратную связь уже получали? Да, конечно. У нас также есть анкеты, мы проводим анкетирование. В анкете у нас различные вопросы. Во-первых, это такие, как проводилась ли ранее профориентация в школе, нам же интересно об этом узнать. О каких предприятиях вообще дети знают, куда бы они хотели поехать, что бы хотели посетить, и как им в целом наши экскурсии. Что нового для себя они узнали, каких героев они услышали о них во время экскурсии. Это очень интересно читать. Мы потом проанализируем и уже... А можно такой каверзный вопрос? Эти экскурсии, они проходят в учебное время? Да, конечно. Я думаю, дети с удовольствием посещают ваши экскурсии. Это очень важный вопрос, действительно, потому что и в будний день. То есть школа, директор школы подготавливает приказ о выезде, потому что все предприятия работают в будние дни, в школьное время. Вообще дети с интересом слушают, потому что, ну, одно дело, вот, когда уже приехали на предприятие, там, да, там, конечно, все интересно, там масштабы, а здесь вдруг раз, пока едем, и давай историю. Они такие, ну, вот нам вроде... У меня телефоны есть, ладно, сейчас. Урок отменили, вместо истории едем на экскурсию, а тут на тебе история. Ну, как и всегда, это примерно две трети на треть. Одно третье не шибко интересно, как обычно. Но тут честно. Да, две трети слушают с увлечением. Ну, и плюс мы стараемся строить наше повествование таким образом, чтобы было максимальное взаимодействие с аудиторией. То есть если им держит что-то непонятно, мы пытаемся это разъяснить. Такая тема достаточно сложная. Мы, например, много говорим о приборостроении и, в принципе, о агрегатных узлах самолетов. И человеку, который не шибко знаком с этой темой, будет достаточно проблематично. Ну, да. Мы с детьми стараемся это обсуждать. То есть у нас есть планшеты, вот так назовем, на которых есть различные поясняющие, макеты, схемы и так далее. Например, когда рассказываем о продукции времен Великой Отечественной войны приборостроительного завода, что такое авионика, чем отличается, например, Ан-124 Руслан от Ил-76 МД, мы подобные темы рассматриваем. И через взаимодействие с такой республикой мы больше ее вовлекаем. Там прям надо словарик составлять такой, чтобы термины, чтобы дети понимали, а то можно на... Говорить, говорить, да. Чтобы воодушевление это имеется, когда ты в теме, начинаешь рассказывать, а потом тебе человек... А что? А может, это самое первое слово, которое вы сказали, да? Что оно значит? А вот у меня такой вопрос. Когда вы уже пять групп провели, в ходе этого есть какие-то у вас, допустим, дополнения вашей программы? Если вы, например, понимаете, что вот это вы планировали, что это должно зайти, пойдет хорошо, а оно вот не очень пошло. А вот то, что вы не предполагали, вот оно как раз вызвало интерес. То есть есть какая-то корректировка? Насколько гибкая программа, насколько можно быстро там скорректировать? И корректируете ли? Корректируем. Дело в том, что мы изначально хотели больший упор сделать на персонали, то есть на людей, которые трудились на этих предприятиях, но оказалось, что это не самое интересное. То есть мы оставили самых выдающихся, там, Микояна, там, прочих, Антонова, и больше склонились как раз-таки в технику, потому что о самолётах детям слушать интереснее, чем о людях, которые их строили. Однако мы все равно стараемся акцентировать в любой момент удобный внимание на то, что достижения именно людей строят эти самолёты, они сами не появляются по себе. Поэтому всё-таки стараемся продвигать и личность каждого выдающегося авиастроителя нашего региона, из тех, что нам известно. Ребята услышат фамилию. Ещё такой маленький моментик, забыла о нём сказать. У нас предусмотрен сухой паёк. О, это же вообще здорово. То есть покажут, так ещё и накормят. Ещё и накормят, да. Ну это, знаете, такой вариативный вариант. Раньше мы ехали в столовые, сейчас у нас вот сухой паёк для удобства. Ну вообще хорошо. Только школьники могут посещать. У вас проект только на школьников? Только для школьников. На старшеклассников именно, да? А вообще вот пять прошло, сейчас уже есть заявки, ну там в очередь выстраиваются? Да, есть заявки, но мы ждём ещё. Хотелось бы ещё отправить школьников. А до какого времени будет работать проект? До июня конца. Да, до июня 2024. А, ну до конца, получается, учебного года практически. Ещё 10 поездок потом не устаётся. Но так не значит, что на этом всё закончится. Просто закончится реализация грантного проекта, а деятельность по этому направлению будет сохраняться. И вообще у нас вот с Еленой Юрьевной, заведующей отдела развития и туризма, есть планы по расширению, так скажем, профориентационной деятельности и сотрудничества с Ульянским автомобильным заводом. То есть аналогичный проект. А, то есть потом будут о машинах рассказывать, да? Да, ну вообще логично. Так весь промышленный кластер из-за хватит. Да, именно так. Ну вообще, как бы для музея, вы всё-таки сотрудники музея, вот профориентационная деятельность, причём нацеленная, так скажем, не на музей, то есть мы сейчас привлечём, смотрите, как хорошо работать в музее, а наоборот, мы расскажем, как хорошо работать вот там. Это сложно? Нет, почему? У музея же есть основные функции, в том числе популяризация истории, культуры. Нам нет задачи у музея привлечь в себе много сотрудников, штат не очень большой. А вот популяризировать историю края – это наша основная задача. Таким образом, мы не только историю популяризируем, но и настоящие. То есть мы привлекая через деятельность музея детей, будущих взрослых на предприятии, мы свою основную функцию реализуем, собственно говоря. А для студентов нет вот такого варианта? Нет, почему нет? Хорошо, они учатся, согласны. Хорошо, но всё равно мы все прекрасно знаем, что человек учится-учится, а вот тут как-то посмотрит на всё по-другому и подумает, что, может, вот я не так пошёл, может, мне вот сюда вот на самом деле надо, но бывает же такое. Да просто интересно, просто, мне кажется, это интересно послушать, послушать. Вопросы профориентационного туризма. Когда человек может сменить свою специальность, свою сферу деятельности. Вы знаете, о нашем проекте я узнаю это в других регионах. И нам вот с Александром писали как раз-таки мама одного ученика для того, чтобы... Он тоже вот хочет поучаствовать в нашем проекте. Он ещё пока в восьмом классе учится, в другом регионе, но вот интерес есть. Видите? Даже с другого региона. Дети мечтают, они хотят связать свою жизнь с авиацией, думают об этом. Это же здорово. Может быть, он поступит к нам в университет гражданской авиации. Но ведь по факту сейчас обо всём, об этом можно также прочитать в интернете. Особенно если ты в другом регионе. Тут вот с интернетом, с современными технологиями сложно конкурировать? Или здесь даже нет? Всё идёт параллельно и дополняет друг друга? Или человеческое никогда не... Никто не отменял вау-эффект. Вы представляете, большой ангар, стоят самолёты, открывается вот это пространство, выезжает самолёт, это же вау-эффект. Такого не увидишь. Вот самолёт Ан-124 «Руслан». Ну, увидеть, может быть, и увидишь где-то на картинке, на фотографии, но вживую, это, конечно, действительно впечатляет. Это очень круто, здорово. Эмоции будут, конечно, другие. Спасибо за то, что реализуете такой интересный проект. В общем, удачи во всех направлениях. Наше время, к сожалению, закончилось. Я говорю, мало будет 15 минут. А телезрителям напомню, что этим утром у нас в гостях были Анастасия Прохорова, младший научный сотрудник сектора туризма Ульяновского областного краеведческого музея имени Гончарова и заведующий сектором туризма этого же самого музея Александр Самсонов. Вы смотрите «Утро» с репортером. Мы продолжаем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова